Егор для меня есть такая вот реальная, живая, даже не метафора, а воплощение этой формулы. Потому что он обладал даром предвидения, он понимал, что и как можно и в дальнейшем делать. У него была сильная корневая система, и этот фундамент, эта корневая система помогала ему, может быть, даже больше, чем мы тогда об этом догадывались. И он необычным образом тонко понимал вот то, что называется текущий момент, сиюминутность. И я очень счастлив того, что в свое время мы встретились, а его Леша Головков, Егор, пришел в Белый дом. Наверное, вот его провели сквозь Живое кольцо. И я вышел познакомиться. И он говорит, вот когда эта вся дурь закончится, было бы хорошо, если бы мы встретились и пообщались. Договорились, встретились, заехали в Архангельское на работу на нашу. И меня покорила тогда вот эта дисциплина методологическая, которая у него была безвлечна. Идея, она переплавляется либо в проект закона, либо в проект указа. Тут же дополнительные нормативные акты правительства, ведомства и всего остального. И я знал, что Борис Николаевич это очень тоже близко. То есть, вот этот почти такой талант строителя, созидателя. Ну и, наконец, может быть, самое важное и самое сложное у Егора Тимуровича. И он был человеком такой внутренней температурности. Что вас роднит, да? Вот вы темпераментно везде и внутри, и вовне. И это заражает, заряжает. Иногда просто от вас, как бы, бежать хочется. Некуда. Но некуда, да. И там, и там догонит. А у Егора этот темперамент был внутри. И он сумел, в мой взгляд, подчинить его вот этой чудесной идее. Стать творцом новой России. И подарить нам общение с Ним, дружбу с Ним, работу с Ним. Спасибо. Спасибо. Юной, молодой, неукротимой Мария Тиамана. Евгений Анатольевич Попов. Я вот подумал, что сегодня, благодаря, опять же, Мария Тиамаровне, сегодня, наверное, исторический в каком-то смысле вечер. Потому что среди нас находятся легендальные персоны, о которых нужно знать и помнить всегда. Я имею в виду творцов того, что произошло с нашей страной. Ну, начну я с Асани Мария Тиамаровне, потому что мне нравится все, что она делает. Я всегда, еще до знакомства с ней, все эти потрясающие студии Булгаковские, обожал. Но я считаю, что ее словарь, который никак вот сейчас он будет закончен уже, это будет огромнейшее событие для нашей культуры. И я просто удивляюсь, почему, например, издатели не становятся в очередь за право, за честь издать такой словарь. Ведь это просто, ну, слова Атлантиды исчезнущие даже, каковым был Советский Союз. Но это так, потому что сейчас все прекрасно понимают, что происходит и как происходит все это дело. И, конечно же, ее энергия – это редкое качество сегодня. Потому что в основном я встречаюсь с людьми, или кто-то уже помер, многие, значит, из делателей и деятелей, или вялые, унылые люди, значит, такие. А здесь все-таки энергия, которая имеет основание. И это все сказалось, конечно же, вот в этой книжке. Абсолютно прав мой друг Кабаков, когда он говорит, что она вовремя эта книжка появляется. Потому что ведь действительно, у меня такое ощущение, что как будто все про все забыли, действительно. Вот как-то, ну, вот все, и, ну, вот такая жизнь, знаете, совсем плохая. Но я имел возможность, я подписался бы под словами Шишкина, если бы там не некоторые аспекты, значит, его, я здесь, ну, знаете, я тоже, так же примерно, я думаю, но я был здесь вот месяц назад на Кубе, и вот там две недели, понимаете, в чем дело. И я что-то, вы знаете, как-то даже на кровавый режим говни немножко уже по-другому смотрю. Потому что как бы тут не было, значит, так, и что бы ни происходило, мы вот сидим в этом зале, и эти слова, которые я произнес, я их и произнес, понимаете. У входа меня, надеюсь, не дожидается никто. А там интеллигенция, вдруг я вижу определенное, то, что я уже забыл. Вот так вот, когда еще Рому хватит, начну что-нибудь откровенное. Вот так вот, и вот так вот, понимаете, в чем дело. И в магазинах тоже, уж извините, стихи пришли в голову. Ром с тигарой до портреты Чеки Вары, которые любимы сейчас у нашей молодежи, тоже уже, герои Станутов, Торнелл. Так вот я, в отличие от присутствующих, с Гайданом не был знаком, виделись мы два раза. Один раз это было застолье, а первый раз был какой-то концерт. В тот момент, когда была эйфория у всех, когда там, то, 500 дней, или еще, не помню, там, что было. Думаю, что сейчас еще немножко, и все будет окей, совсем раз. И я выступаю, значит, я вспомнил рассказ Старого Лавренева, как после революции пятого года везет извозчик террориста, бомбиста. И тот ему рассказывает, какая будет замечательная жизнь, когда революция победит. Тот его долго слушал и сказал, что этого быть никак не может, чтобы жизнь была замечательной. Тот спрашивает, а почему? А тот отвечает, потому что, поскольку всех министрами сделать невозможно, то любая власть будет чисто сволочной. Что мы уже, извините, в какой-то степени можем наблюдать. Вот уж кто в этом виноват, пускай разбирается, кто поумеет, но это так. И я подумал, я как-то думаю, доведет мне язык мой опять до чего-либо. Потому что смотрю, Гайдар там сидит, а он всегда мне казался запнутым, зажатым человеком, хмурым таким. Смотрю, хохочет, думаю, это хороший человек. И я еще тогда подумал, почему вот все, почему в эту сторону все пошло. И вспомнил я, вы знаете, тоже вот как-то была у нас встреча с ним, там уже, как это говорится, без галстука, все это с выпиванием, все. Он сюда хохотал, рассказал анекдот какой-то. И я ему сказал, говорю, понимаете, вот если бы вы всегда такой были, по телевизору, например, ну что, а он говорит, а что вы имеете в виду? Я говорю, а я по телевизору видел, как вас старушка какая-то спрашивает, ты, милой, в Бога там веруешь, а вы ей отвечаете, я агностик. Она вот так вот, сектант или еще, но я понимаю, это опять же связано с его чертами характера. Он не мог органически врать, врать очевидно, он знал слово агностик, он и говорил, откуда он знает. Он не обязан, он не писатель придумал всякие штучки. Так вот, и я вот и думаю о том, что наконец-то вы из этой книги, я лично, я узнал очень многое о Гайдаре. И поскольку здесь вы оговорились не от 10, вы сказали до 16, а до 60, я уже чуть-чуть даже этот возраст перешел, но мне эта книга тоже полезна. И почему? Потому что я исключаю, я сказал про Че Гевара, потому что у молодежи, даже у молодежи, как нынче выражается, продвинутые, потому что я веду семинары с молодыми писателями. Даже те, которые ориентированы довольно хорошо в реальных жизнях, просто они все равно в них путаются. Один молодой человек вполне настроенный против, значит, советской власти, он писал, что в своей прозе, что и тут его вызвали в местное отделение коммунистической партии. Я говорю, вообще-то это называется райком, он говорит, ну какая разница? Я говорю, вот это разница, дьявол-то в деталях есть, вот местное отделение. И вот то, что сейчас происходит, с чем тоже оговорили, когда талантливый молодой человек, значит, вдруг пишет совершенно хамскую статью, где пишет бред абсолютнейший про Сталина, значит, так вот, ничего не имеет даже эрудиции какой-либо. То есть его тут же поймал коллега одной из профессий Кабакова-Свинаренко, когда он написал, что... А вот при Сталине ледоколы строили, а сейчас не строят. А он его поймал, потому что единственный ледокол был построен при Хрущеве, а не при Сталине. И при Сталине не было всего этого. И поэтому эта книга просто, она еще и на вырост вдобавок. Потому что правильно вот это, можно, 14-15 этих людей. И вот я уже здесь ничего нового я тут не говорю, понимаете, еще у меня из книги возникло ощущение дефицита еще вот такого человеческого. У нас очень много людей, допустим, трепетных даже, склонных к героизму, но мало здравомыслящих людей. Понимаете как? И вот я думаю, что детство Гайдара не только там на Урале, а на коммунистической кубе, где он в 12 лет сподобился прочитать Капитал, значит, там все. И я думаю, что окружающая, эта романтика мальчика немножко, наверное, раздражала, как раздражает в детстве все вот эти вот, то, что взрослые говорят. И у него очень здравая мысль. То есть, если он что-то предлагает, он знает, что он предлагает. А не то, что давайте мы ввяжемся в дело, а потом посмотрим, как будет. И вот в связи с этим я и говорю, что с одной стороны, вот мы сейчас с Сашей обсуждаем, что действительно уже Дума настолько чокнулась, что уже лишила Шишкина. И как мне рассказывал друг Андрея Платонова, писателя Великого, когда он слышал подобную бредовую мысль какую-нибудь, у него была фраза «свободная вещь». Вполне может быть, только здесь свободная вещь. Понимаете, в чем дело? Но здесь возникает какой-то шутовской хоровод. Потому что я полагаю, что не самый умный поступок Миши Шишкина взять такую, значит, залепить такую, значит, свое «не могу молчать». Резонно, это поскольку было 8 марта, то делать нечего людям. Это взорвало весь интернет, там какой-то, так знаю, по тысяче отликов, все. Но понимаете, в чем дело? Резонным вопросом вы зададутся. Вот это и Милай вчера-то был. Почему в прошлом году ты не заявил это спокойно сердце? Почему можно было брать премию из этих же, из рук, которых, значит, сейчас уже, значит, что он опомнился? Понимаете? И в этом смысле мне приятнее было бы, если бы Миша был здесь, понимаете? А здесь возникает следующий прецедент. В ответ на поступок, значит, эти уже господарности, или как назвать, товарищи, они еще глупее делают что-то. Ну что так? И будет соревнованно, что ли. Потому что они ему сейчас сделают, ну просто, ну, лишение гражданства. Это же прямо как Солженицына лишили, как Аксенова, понимаете? Вот такой, да, еще в свободной стране, видите. И я не согласен с его выводами о том, что у нас все хуже и хуже становится. У нас по крупицам, по миллиметрам, но лучше становится. Я считаю так. И как его что-то для этого делать? Да, неправильно. От камень правильный. Вот, видите, вот и прекрасно, что вот полемика возникает. Это тоже знак свободы. Ну неправильно он сказал. Потому что, значит, это самое, потому что, то, что я прочитал в цитате, что все заканчивается военными поселениями, знаете, ну, не надо какать, вот что я бы сказал. Как скажешь, так и будет, как ягоду назовешь, так.